Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах, об ароматах, которые я взяла с собой в эту поездку. Что хочу вам сказать. Я взяла с собой всего лишь 4 аромата и невероятно сейчас жалею. Если в прошлый раз я взяла с собой штук 6, по-моему, или даже 8, и как бы мне они как таковые даже и не понадобились, то в этот раз я реально так жалею, что не взяла этот аромат, этот аромат, один, другой, третий. Потому что здесь они раскрываются просто невероятно красиво. Мне кажется, максимально как может раскрыться аромат, как он задуман в раскрытии. Давайте расскажу, что я взяла. Те, кто видел видео с моими коробками, как я там копошилась и что выбирала, наверное, вы уже знаете. Но тем не менее, мне все равно кажется, как будет интересно вам посмотреть. Выпередите сейчас, чихну. Я не чихну. Вам все равно будет интересно посмотреть, потому что ароматы раскрылись совершенно в другом виде. Абсолютно, абсолютно в новом каком-то вот, в новой ипостаси. Начну, наверное, с моего любимчика Parisian Mask от Mottier Premier. Вот так вот он выглядит. Такая минималистичная упаковка. Мне она напоминает дизайн упаковок Bayre. О чем аромат? Аромат об инжире для меня. Мускусе и сандаловом дереве. Здесь он раскрывается практически моноинжиром. Таким вот прям, знаете, даже переспелым, таким вот сочащимся вот этим вот инжирным молоком. Это бесподобно. Это бесподобно. Я его любила и в другом климите, и в этом я его любила еще больше. Аромат прекрасный. Аромат, я уже говорила многим, он напоминает аромат Сантал 33 от Вилаба. Но для меня вот этот аромат более какой-то мягкий, более телесный, более... Ну, для меня комплементарный он. Потому что Сантал для меня он более рассольный, более огуречный. Ну, вот все вот эти вот эпитеты мы знаем, да, если мы говорим про аромат Сантал 33. Ношу, обожаю, то есть с утра до вечера могу им поливаться, чувствую себя прекрасно. Очень стойкий, держится до следующего душа. То есть если вы помыли голову, нанесли аромат, он будет с вами до следующего мытья, когда там оно не случилось, через день, через два, через три, он сидит как прибитый. Особенно на волосах. Так, следующий аромат буду вот, знаете, вот какой беру, такой беру. Многие, наверное, уже догадались, что это за аромат. Роза Навелла от Санта-Марии Навелла. Не хочет фокусироваться. Посмотрите, как у меня уже мало осталось. Здесь 100 миллилитров, ну и вот тут остаток, я не знаю, миллилитров 30, наверное, да? Боже, это лучшая роза. Вы знаете, тут даже не то чтобы роза, тут просто какая-то вот история любви. История любви для меня. Здесь такая... Меня тут ходят, все отвлекают. Леденцовые розы, роза в леденцах, в таком, знаете, в варенье, как я люблю говорить, в брызгах, шампанского, пусть так будет. Вот, знаете, я здесь нашла очень вкусное французское вино. Оно почему-то идет в разделе красное, но оно розового цвета. Ну, видимо, это какая-то классификация. И оно чудесно пахнет клубникой и земляникой. И вот этот аромат и вот это вино для меня, видимо, такой вот стали уже якорем для Таиланда. Потому что, ну, это дивно. Это дивно, это красиво. Это, знаете, это так деликатно. Аромат деликатный, аромат не кричащий, не вызывающий, округлый. В нем хочется жить, в нем хочется любить, ну, и вообще прекрасно проводить время. Он действительно прекрасный, он действительно очень такой какой-то ладный. Я много раз уже пела ему дифирамбы, но спою еще. Не устану. От этого роза новелла от Санта-Мария новелла. Моя любовь закончится, скорее всего, в этой поездке. И в этой же поездке я куплю себе новую 100 мл в прекрасной коробочке с розами. Там такая, знаете, красивая картинка с розочками. Мне очень нравится. Не буду покупать 50 мл, 100 мл. Да будет так, снова. Один из моих вот прям самых-самых-самых любимых ароматов. Раз уж мы говорим про Санта-Мария новелла, давайте я покажу другой аромат, который я с собой взяла. Это аромат лана. Видите, я его наношу не из спрея, а именно намазом. То есть у нас эти ароматы идут вот с такими крышками и со спреями. Вы можете наносить его вот так. Здесь есть такая защита. Защита. Камера, фокусируйся. И, то есть, вот так, и вот, как по старинке мы наносим. Конкретно аромат лана мне гораздо больше нравится раскрытие, именно вот когда вы наносите так. С распылением он становится какой-то плоский, неинтересный, как будто, знаете, половину отрезали от вкусного порога и куда-то спрятали, умыкнули. А вот в таком вот варианте намазом вот весь пирог у нас раскрывается 100%. О чем это? Слушайте, ну вот у меня вот какая-то, да, инжирная тема. Тут у нас инжир, и здесь у нас тоже инжир. Хотя пирамида более глубокая, более разнообразная, если вы посмотрите там на той же фрагрантике или на сайте. Для меня это опять инжир, роза. Роза такая колючая, такая вот перченая даже. Смотря от погоды. Вот здесь он ласковый. Мы поносили, я поносила его в Сиднее. Сейчас там прохладно было, когда мы прилетели обратно. И он был колючий, вот он был реально колючий и иногда даже какой-то вот переперченный. То есть я его даже не узнавала порой. Но вот здесь, вот все-таки в этом климате это то, что нужно. Это вот мягкий, инжирный, 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 конечно, инжирно-розовый аромат. Ну, что говорить. Но я его взяла с собой, чтобы носить и в таком климате, и в холодном климате. Потому что мы сейчас уже едем, везде будет холодно. Так что да, вот моя ланочка прекрасная. Этот синематик, он то снимает, то не снимает. Надо приноровиться. Очень люблю, очень люблю. Мне нравится, как они вообще выглядят в кадре. Красивые фляжки. Так, самый-самый вообще мой обожаемый гуччи. Конечно, я очень хочу змею. Дико хочу змею. Пожалела, что я не купила все-таки ее в аэропорту. Потому что в этом климате она была бы просто какая-то вот... Ну, я даже не могу передать словами какая-то. Там такой замес, такое шипение. Но я взяла с собой вот этот. Вот этот аромат Tears of Iris. Совушка, как я ее называю. От гуччи. Ничего не фокусируется. Ну, ладно. Ну, вы знаете, да, это уже бутылочку. Что здесь у нас? У нас здесь корень ириса, лепесток ириса, листочек ириса. В общем, все, что мы знаем про ирисы, здесь есть. Ирисы солоноватые, такие землистые. Очень элегантный аромат. Элегантный, в то же время, вы знаете, не до такой степени, чтобы выбирать его носить куда-то, например, на какие-то серьезные мероприятия. Его можно носить в любой момент, в любом вообще пространстве с утра до вечера. Ну, мое мнение. Они меня не... Некоторые ароматы меня вгоняют в меланхолию, например, да, вот в какое-то такое состояние грусти, легкой, ирисовой именно ароматы. Этот был, я думала, будет одним из таких ароматов, но нет. Он какой-то стал такой универсальный для меня. И вот я не могу уже представить себя вот без этой вот прекрасной солушки. Очень ее люблю. Аромат, сразу хочу сказать, отличается от моих вообще ароматов, которые у меня есть в коллекции. Колоссальное количество, конечно, их. Он тихий, он деликатный, он такой вот прям на цыпочках вот ходит. Такой вот очень добрый, хороший аромат, очень хороший аромат. А еще я принесла один аромат Алексея, потому что я его тут стала использовать. Я стала его использовать, и это бомба. Я никогда к нему раньше не притрагивалась, потому что я сама ему его дарила, и, ну, как-то думаю, ну, подарок, пусть прям вот будет его. А тут вот прям, знаете, мне прям захотелось этот аромат попробовать в Таиланде. Вот в этой вот дикой влажности, в влажной жаре. Это Мейзон Франсис Киркиджан Грансуа. Вот я все время Франсис Киркиджан Грансуа. Вот у нас такой Грансуа с вами. Сколько тут у нас? Уже половина флакона, ему уже, наверное, лет шесть, может быть, даже больше. Он настоялся, как хороший коньяк, как хорошее вино. Он пахнет просто невероятно здесь. Ну, амбра. Здесь амбра, здесь очень красивая ваниль, такая, знаете, сухая, вот именно вот эта вот стручковая ваниль. Когда вы ее счищаете вилкой, вот прям вот она на всю кухню пахнет. Тут вот эта вот ваниль, какая-то вот чуть-чуть подкопченая. И очень красивая амбра, да. Амбра вот прям такая убойная. Если вы не любите амбровый аромат, наверное, вам этот аромат не покажется каким-то привлекательным. Но для меня он нереальный. Когда вы его на себя наносите, я, у меня есть кукла Маруся, которая, ну, я не знаю, если вы следуете за мной в инстаграм, я ее как-то показывала. Это немецкая кукла, сделанная из такой эко-резины, ну, в существо у нас эко. Совершенно очаровательная кукла. И вот эта резина у этих кукол, она пропитана таким вот очень приятным ванильным ароматом. И вот когда я носила вот этот Гранд Суа, через какое-то время мне стало казаться, что вот, да, вот он пахнет, как моя Марушка, моя кукла. Ну, странная ассоциация, но если вы знаете, о каких куклах я говорю и как они пахнут, это очень приятный запах. Очень приятный запах и приятно найти его вот в ароматах. Да, вот такой вот парадокс. Так, это вот то, что касается ароматов. Дальше я обещала рассказать про гели для душа. Я уже говорила, что здесь ароматы, да, они красиво раскрываются, все, ну, быстро слетают. Ну, не то, что быстро слетают, потому что мы плаваем, потому что мы часто принимаем душ, нам жарко, да, надо смыть песок, надо смыть соль. Мне очень понравился здесь уход именно вот какой-то для тела крем с ароматом, да. Вот я показывала в предыдущем видео, это просто находка, вот этот крем-брюле с грушей, да, грушевый крем-брюлек. Это потрясающий запах. И мы здесь были в Лемонграсс Хаус, там такое производство, называется Лемонграсс Хаус, с огромными плантациями, с садами. И они там производят свои продукты для тела, там гели для душа, всякие крема, масла, аромамасла, масла для массажей, мыло, ручной работы. Ну, все такое очень красивое. И в колорите Таиланда, ну, невозможно уйти оттуда без покупки. И мы взяли на пробу несколько гелей и один шампунь. Но шампунь мне не очень понравился, как бы, как сам шампунь, но мне безумно понравился запах, я им пользуюсь как гелем. Я здесь регулярно плаваю, делаю заплывы, но это мой такой, как бы, мои тренировки. То есть я не люблю вот эти все нагрузки, мне плавание очень нравится. И всегда нравилось. Здесь вот, как бы, я отрываюсь. Каждый день много плаваю и вот награждаю себя потом ароматным гелем для душа. В душе я моюсь вот этими ароматными гелями, и вот каждый раз они у меня ассоциируются с тем, что я вот так хорошо поплавала. Ну, вот такая психологическая у меня такая игра. Игра разума. Франджипани. Шампунь с франджипани. Сейчас покажу, как выглядит эта бутылочка. Мы взяли вот такой маленький вариант. Можно взять большой вариант. Если посмотреть состав, в составе тут, ну, просто все натуральные экстракты. Ничего такого вообще ужасного нет. Ну, реально все очень-очень-очень натуральное. Чистая жожоба... Не жожоба, жожоба ойл. Франджипани, вот эти вот цветочки. Их вам тут не видно, но вы знаете, да? Их эссенция, эссеншал ойл. А потом здесь огурец и алоэ вера. Как бы вот такой шампунь. Ну, наверное, какие-то еще штуки, которые пенятся. Ну, тем не менее, как шампунь мне он не очень понравился. Но, как гель для душа, это просто аромат божественный. Ну, если мы все знаем, как пахнут франджипани, вот эти вот экзотические цветы, цветы отдыха, цветы моря, да, вот эти вот беленькие. Они пахнут так медово-сладко, чуть-чуть как сливочное мороженое. Ну, на мой взгляд, вот так же пахнет и этот аромат. Так же пахнет этот аромат, господи. Этот гель для душа. Ну, прекрасно, что я могу сказать. Вот вы когда и моетесь, аромат просто на всю ванную комнату. Еще один уже гель для душа, это жасмин абсолют. Абсолют жасмина. Я обожаю жасмин. Этот вот чисто мой, им никто не пользуется. Вот этот франджипани и дальше я еще один покажу. Мальчики им пользуются, это только мой. Жасмин особо у нас в семье никто не любит, кроме меня. А здесь, ну, я бы не удивилась, если бы это было где-нибудь там в банке Лилаба или, я не знаю, кто у нас еще делает. Фредерик Маль, да, уходовая линейка. Это просто бомба. Но это реальный жасминовый куст. Вот вы моетесь, и вы в жасминовом саду. Это потрясающе. Это потрясающе, поэтому если будете в Таиланде, обратите внимание именно на средства для тела. Такие как гель для душа и крем для тела. Так, и последний, это абсолют ванилла. Вот так вот он выглядит, ванилла абсолют. Ну, это просто, это просто пирожок. Это просто сладкий пирожок. Ну, это вот классная ваниль. Ваниль, знаете, я люблю ваниль, вот, знаете, хочу к ней вернуться. Какой-то у меня был, ой, какая бабочка полетела. Вот пролетела ванна вот тут, но с вами все ее увидели. Возвращайся. Вот такая. Вообще нет. Был у меня период, когда я устала от ванильных ароматов. Ну, то есть, как бы они мне надоели, они мне стали казаться, ну, такими простоватыми и неинтересными даже. В какой-то степени. Сейчас я к ним возвращаюсь. Ну, вот, не знаю, вот прям хочется какой-нибудь классной ванили. Ну, не приторный, такой вот, знаете, сухой, какой-то, может быть, копченый, с горчинкой. Ну, со сладинкой, но чуть-чуть. Может быть, вы знаете такой ваниль, подскажите, пожалуйста. Мне очень нравится ваниль от Лилаба. Ну, вот пока у меня нет возможности ее себе приобрести. Но, тем не менее, вот что-то вот в этом направлении. Вдруг знаете. Так что вот это вот ваниль, это, конечно, кайф. На этом мой обзор закончен. Если вам интересно, я могу вам рассказать, о каких ароматах я сожалею, что я их не взяла. Вообще, пишите свои идеи для видео в комментариях, потому что, что интересно вам, я могу даже, ну, вот, знаете, тут совсем по-другому работает, как бы, мозг. Может быть, вы мне подкинете какую-нибудь классную, вообще, идею для видео. Я буду очень рада. Все. Спасибо вам большое. Спасибо, что смотрите, что ставите лайки, что комментируете. За дизлайки тоже спасибо. И что подписываетесь, конечно, тоже. Это очень приятно. Все. С вами была Аленка Блок. Всех люблю. Всем пока. Чао-чао. Пока. Пока.